Мы начнем с знаменитых дебатов Трампа и Байдена. Вот твоя точка зрения. Ну да, значит дебаты мы все ждали, потому что, по нескольким причинам, значит, республиканцы ждали, чтобы продемонстрировать всем состояние, действительное состояние Байдена. Демократы ждали для того, чтобы продемонстрировать, что Байден на самом деле не такой, каким его представляют демократы. И дебаты эти прошли по правилам, которые предложил по большому счету команда Байдена. И они прошли на практически домашнем для него телеканале, CNN. То есть в обстановке очень дружелюбной. Впервые, кстати говоря, за последние практически 50 лет без зрителей в студии, чтобы никто не отвлекал дедушку. И судя по тому, что мы сейчас узнаем, команда Байдена знали и вопросы заранее. У них были 6 полных дней для того, чтобы подготовиться к этим дебатам. Ну, то есть лучшие условия для Байдена невозможно было представить. Если вот осмотреть полностью трансляцию CNN, то она делится на три части. Сначала там такой прогрев панели экспертов. Там за 15 минут, за 20 минут до начала дебатов сидит панель экспертов, там 6 или 7 человек, и они каждый высказывают свои позиции. То есть такая очень комплементарная для Байдена обстановка. Они там, значит, его хвалят, Трампа, значит, критикуют. Все понятно. Такая стандартная CNN-овская такая история. Потом начинаются дебаты. Мы все смотрим, да. И тут аудитория делится на две части. Первая. Те, которые, ну, наблюдали за Байденом все эти годы, в принципе, понимают его состояние, да. То есть вот то, что он может вот так коллапсировать, что он может замирать, что он может немножко потеряться, потом возвращается и так далее. То есть то, что мы видели уже много раз, для нас не было каким-то удивлением или шоком, да. Более того, я вот как сторонний тоже наблюдатель для себя отметил, что я, если честно, думал, что Байден будет выступать гораздо хуже, чем он выступил. Возможно, там, не знаю, какой-то особый кофеин там или еще что-то. То есть я думал, что будет все гораздо хуже. И как только дебаты... Энергетик какой-то, видимо. Да, то есть из десяти, скажем, там, поинтов, если бы можно было отдать, я бы отдал несколько позиций Байдену. Он по нескольким вопросам выглядел гораздо более, там, скажем, уверенно, чем Трамп. То есть если рассматривать вот содержание его ответов, да, но только по нескольким, там, из десяти, может быть, два-три максимум, да. Теперь, как только закончились дебаты, эта же панель экспертов начала их обсуждать. То есть они все просто побелели, да, то есть в глазах. Они не могли поверить тому, что произошло. И по большому счету полчаса вот после дебатов они делились своими ощущениями о том, как срочно нужно Байдену уходить, о том, что он подставляет Америку, о том, что это предательство, почему мы не знали об этом до сих пор. Они читали, значит, сообщения от тех, кто ведет кампейн Байдена о том, что, значит, это провал, это позор, это катастрофа для Америки и так далее, так далее, так далее. То есть вот принципиально изменилась, значит, ситуация. И, если честно, меня вот это даже больше шокировало, чем сами дебаты, да, потому что ни для кого-то для нас не был секрет, что он, ну, достаточно в плохой ментальной форме. Ну, а как же так-то, Марк? То есть все действительно наблюдали за ним, все все прекрасно понимали. Почему это оказалось таким сюрпризом, что он зависает, как бы, и может там путаться? Ну, вот Латынина говорит, что демократы поверили в свою собственную пропаганду, что они столько времени... Да? Что они столько времени рассказывали американцам, что Байден в прекрасной форме, что они, в конце концов, сами в это поверили. Они, более того, они не только это рассказывали со страниц вот этих лояльных изданий, они еще отменяли всех, кто говорит, что что-то там не так. Вот если какое-то издание писало о том, что у Байдена есть ментальные проблемы, или какой-то прокурор, если мы говорим о деле, относительно секретных документов, которых он в гараже хранил, которые говорят о том, что во время допроса, во время даже не допросов, а разговоров, да, Байден теряет нить в беседу, он начинает говорить какую-то несусветную ерунду, называть несуществующие какие-то факты, да, потом возвращается. То есть он... И даже этого прокурора отменяли эти все газеты. То есть любое упоминание о том, что что-то может быть не в порядке, приводило вот к такой резко агрессивной реакции всех этих газет и журналов. Сейчас, на следующий день после дебатов, New York Times выпускает editorial, да, то есть когда совет редакторов выпускает газету... Редакторская колонка. Да, редакторская колонка главной газеты мира, в которой они говорят, что Байден срочно должен уйти, чем раньше, тем лучше. Да, да, Томас Фридман написал, что я вот понял, что Байден ни в коем случае не может, он не способен, то есть просто... Мы говорим о Томасе Фридмане, да, который является просто придворным журналистом Байдена, человеком, которым с ним постоянно общаются, он не мог не замечать эти коллапсы, он не мог не замечать то, что он старый человек, то есть он не может себя контролировать временами, да. И это вот больше всего пугает. Сейчас, ну и дальше самое интересное начинается. Начинается то, что я не видел с конца 90-х в России, да. Начинается просто вот во всех газетах, включая левые, начинается... Появился такой термин, the family, да, то есть семья с большим буквами. Как у Ельцина, как у Ельцина. Абсолютно. Это просто поразительно. Они говорят, что семья собралась сейчас в Кэмп Дэвиде, то есть вот это, условно, дача, там резиденция такая, да, президента, обсуждать, стоит ли, значит, Байдену продолжить кампанию. А семья – это Джилл, это жена, и это Хантер, это сын. Это Хантер, это еще сестра Байдена, Вау, она по большому счету заменила Хантеру и второму брату, которого нет уже в живых, он от рака умер, она заменила им мать, когда мать погибла в автокатастрофе в 70-е, то она, по сути, их воспитывала. И плюс к этому кругу присоединились еще несколько людей, вот там разные газеты, разный круг называют, но по большому счету это вот те, кого правая пресса называют, значит, манипуляторами Байдена, те, вот коллективный Байден, который принимает за него решения, а, значит, левая пресса называется главными советниками, значит, Байдена. Вот они все собрались. Да, но если Байден уйдет, то автоматически становится Камала, Камала Харрис, еще Камала Харрис должна уйти. Если будет Камала Харрис, это будет еще хуже. Это если бы Байден ушел после конференции, которая должна выбрать кандидата. А так как конференция еще не прошла, все-таки еще есть варианты какие-то. То есть можно там что-то переголосовать, можно как-то это процедурно изменить. Так, кстати говоря, в свое время был избран Арнольд Шварценеггер губернатором Калифорнии. Он не участвовал в предвыборной кампании, он просто заменил кандидата в самый последний момент. То есть такая практика, в принципе, была уже, ну, правда, на региональном уровне. Ну, так вот, эта семья, это то, что сейчас обсуждается, вот, например, в частности, сегодня во всей прессе, и влево, и вправо появилась информация о том, что Хантер Байден теперь главный, чуть ли не главный советник, значит, Байдена. Он теперь присутствует на заседаниях внутренних, он всегда, значит, с отцом, он в Белом доме на главных мероприятиях и так далее. И, конечно же, люди, которые окружают, профессиональные чиновники, которые окружают Байден, они в шоке, потому что Байден трижды уголовник на минуточку, да, недавно совсем осужденный уголовник, да, на нем еще несколько дел висит, которые в стадии рассмотрения, и вот этот человек является сегодня чуть ли не главным советником Байдена, и это, ну, как бы не какие-то слухи, это действительно вот информация, основанная на ближайшем окружении Байдена, который таким образом выражает свое, ну, как бы опасение о происходящем. Да, это еще и человек, у которого были тяжелые проблемы с наркотиками. Да, да, и что получается, вот, получается абсолютно ельцинская ситуация, да, есть некая семья, которая, значит, принимает решения за Байдена, есть некий Трамп, да, который вот олицетворяет собой все то, чего боится половина Америки, да, есть вот этот выбор между плохим и очень плохим, да, вот как это представляется, да, есть абсолютное вранье относительно состояния здоровья этого кандидата, абсолютно по ельцинской модели, никто же не знал, что там с сердцем проблемы, с головой, да, то есть, и мы идем на эти выборы, да, то есть, в конце концов, через полгода или год у нас может случиться знаменитая операция вот эта ухожук, да, я устал, я ухожу, да, и на место Байдена может прийти кто угодно, включая, ну, похожие, по похожей системе, да, что и в России произошло, человек, который вот превратил Россию в то, чем она сегодня является, да, то есть, это абсолютно нестабильная модель, нестабильная система, решения принимаются семьей, с большой буквы, и это просто, ну, катастрофа. Да, но в конечном итоге американцы могут провалить этого кандидата на выборах, вот и все. В России не было такого шанса провалить Путина на выборах. Ельцин, ну, да, Ельцин, да. Ну, если проводить аналогию с Ельцином. Да, 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 это действительно так. И если говорить про результаты, технические результаты, понятное дело, что Трамп победил, ну, по голосованию CNN, там, 67, по-моему, 33, там, да, 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 67, 33. Да, но сейчас по итогу нескольких дней появились, наконец-то, первые опросы, ну, настоящие опросы, да, кто за кого там голосует, и, судя по всему, Байден упал на 5-6 пунктов, что принципиально для его компаний, потому что они шли ноздря в ноздрю, в последнем месяце у них разрыв был там 1%, а по большинству практически штатов они шли одинаковыми процентами, то есть непонятно было. Сейчас этот разрыв просто вот увеличивается. Понятное дело, что до 10 сентября, когда будут следующие дебаты, Байден, скорее всего, сократит этот разрыв, он уже начинает выступать там на всяких митингах и читать эти тексты по суфлеру, и это помогает ему, эти тексты возвращают уверенность в том, что он, значит, здоров. Но вот 10 сентября приближается, и Трамп тут, опять же, очень сильно победил, я не знаю, наследили вы или нет, вот буквально на днях произошло решение Верховного суда США относительно иммунитета. Да, следили. Да, иммунитета Трампа. Частичного, частичного иммунитета. Частичного, но широкого иммунитета, который по большому счету распространяется на все решения, которые принимал Трамп, будучи президентом. И из-за этого решения вот сейчас был перенесен на 16 сентября срок вынесения решения относительно дела, по которому он уже осужден. Вот эти дела по его налоговым или финансовым манипуляциям, вот этот хашмани, когда он платил деньги порнозвезде, чтобы она не рассказывала о том, что они занимались акцентом. То есть вот это дело перенесено на после дебатов, что принципиально важно для Трампа. То есть он зайдет в дебаты в таком ситуации, и вся кампания летняя пройдет, то есть легко для него, ему сложный вопрос невозможно задавать. И дальше все дела по большому счету начинают по всему рассыпаться из-за этого иммунитета. То есть, судя по всему, этот иммунитет позволит ему, если не закрыть дела против себя, то по крайней мере перенести их рассмотрение по существу или, собственно, решение по этим делам, вынесение решения по этим делам на после его президентства. Марк, а вот небольшое уточнение просто. Расскажите, на этой неделе поступили две противоречивые новости о том, что семья Байдена попытается, да, повлиять на него, чтобы он вышел из президентской гонки, а следом за этой новостью полностью противоречащая ей вышла о том, что семья, наоборот, уговаривает его не прерывать вот эту гонку. Расскажите, пожалуйста, что же здесь правда? Ну вот первая информация, которая появилась, она оказалась неправдой. То есть, действительно информация о том, что семья его поддержала, и они заявляли это открыто, да, и это сейчас, собственно, главная новость. Более того, сам Байден через своих, значит, сотрудников своей компании говорит о том, что не рассматривается возможность снятия Байдена как кандидата. Вот буквально пресс-секретарь вчера об этом его говорила, что в строгих таких фразах, очень коротким фразам, что это не рассматривается возможность. Понятное дело, что это хорошее мимо при плохой игре, может все еще измениться, но общая ситуация такая, что команда Байдена против, семья Байдена против, сам Байден против. При этом про команду понятно, почему они против. Да, вот все эти бюрократы, имена которых мы не знаем, да, ну, они есть, почему они против, понятно, это они теряют, собственно, доступ к телу, они теряют доступ к власти, то есть это четыре года, которые они могут получить. То, что они против, это понятно. А вот все остальные, это был вопрос. Так вот, семья выступила, да, открыто против. По поводу кандидатуры вице-президента, я так понимаю, что это будет решаться несколько позже, но это становится важным вопросом. В том случае, если Байден остается кандидатом, то кто будет его кандидатом на пост вице-президента, вопрос очень важный, потому что у него есть шанс стать президентом. Кто это будет, Камала Харрис или там может пойти речь о том, чтобы заменить ее? Может пойти речь о том, чтобы заменить ее? Она достаточно неудачный вице-президент, судя по ее рейтингам и вообще по ее деятельности, скажем так. Но тут они еще не приняли решение. С одной стороны, это может быть популярное такое действие, то есть поддержать что ли Байдена, назначить ему вице-президента какого-то популярного губернатора, а там обсуждается несколько демократических губернаторов, которые могут стать вице-президентами. Это поддержит его в том смысле, что те люди, которые сомневаются, они могут перестать сомневаться, зная, что если что-то с ним случится, вот такой сильный вице-президент может встать у руля. Но с другой стороны, если это будет сделано, то это даст понять базе его электората о том, что даже команда Байдена сомневается в том, что он сможет в следующие 4 года адекватно проработать президентом. То есть они вот в этой вилке находятся. Я еще, честно, не знаю, какое они решение примут, у меня вот нет на это счет никакого мнения. Просто, Марк, вспоминается карточный домик, да? Вот этот вот сценарий, когда какой-то теневой политик все так подстроил, потом стал вице-президентом, а потом стал президентом. Вот, может быть, за всем этим стоит там какой-нибудь там человек где-нибудь в Конгрессе, который в итоге станет президентом. Далис какой-нибудь. Ну вот, ну ты знаешь, Виталий, тут мы узнаем об этом, как только появится какая-то кандидатура. Если это случится, и мы узнаем имя, то, конечно, вся пресса начнет копать, почему это произошло, как это произошло и так далее. Вот я думаю, что пока это решение не принято, это все пока конспирология. А вот если это решение будет принято, вот тут будет, конечно, любопытно все это обсуждать. Ты знаешь, что интересно, Байден признал, что он заснул во время дебатов, но его вот этот вот пропагандистский аппарат, они сейчас выдвигают такую очень интересную версию, что нет, просто Байден слишком хорошо подготовился к этим дебатам. Он загрузил свой процессор, свой чип, такое количество информации, заучил много цифр, таблиц, графиков, аргументов, что он просто растерялся, потому что Трамп начал с ним говорить на совершенно другом уровне. Трамп без конца врал, Трамп говорил оценочные суждения делал, Трамп говорил в общих чертах. И Байден растерялся, как же он может применить все вот эти знания, точные цифры, точные факты. И именно поэтому вот с ним произошло, кроме того, он еще был простужен, он еще плохо себя чувствовал, был нездоров, но на самом деле он в следующий раз даст Трампу достойный бой. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я так говорил своим преподавателям на юрфаке, на экзаменах, когда у меня что-то там не складывалось. Но вот если честно, если отбросить двух кандидатов и посмотреть, оценить эти дебаты с точки зрения платформы республиканцев, платформы демократов, то это, конечно, поражение, провал с обеих сторон. То есть мы, конечно, говорим о том, что Трамп победил, но он там ничего интересного вообще не продемонстрировал с точки зрения своих позиций и так далее. То есть если поставить каких-нибудь хороших студентов, пятикурсников, условно говоря, представлять позиции республиканцев, представлять позиции демократов, таких, которые выпили кофе и которые последние несколько лет занимались изучением political science, какой-то политической науки, политологии, то они, конечно, дали бы фору обоим кандидатам, потому что они там не смогли даже собственные нарративы, которые они продвигают в правых или в левых СМИ, продемонстрировать. И Трамп, конечно, просто выглядел свежее Байдену, но он ведь тоже ничего там не предложил. Соответственно, про то, что Байден не смог там собраться с мыслями после нескольких дней, которые они привели в подготовке к этим дебатам, не такие, что сложные эти были дебаты. Все темы, которые они там обсуждали, они очевидны. Миграционная политика, даже если не брать в расчет то, что CNN сами сказали о том, что они ему дали эти вопросы для подготовки, даже если это не брать в расчет, все эти вопросы были понятны изначально. Аборты, миграция, война в Украине, война в Израиле и так далее. Подготовить какой-то яркий ответ риторический, зазубрить его может любой, просто любой студент. Но ни Трамп, ни Байден не смогли выступить ни с какими риторически красивыми фразами, ни с какими интересными оборотами, даже с юмором. Не смогли подойти ни к одному ответу, не подготовили никаких панчлайнов. То есть это были очень серые дебаты, если не рассматривать личности дебатируемые. Да. Но что ты думаешь по поводу Мишель Обамы? Есть такие, курсируют такие слухи, даже один из ее советников уже об этом заявил открыто, что готовят ее на этой конференции, ее представят как кандидатку от Демократической партии. И вот что ты думаешь по этому поводу, и что она с собой несет? Две минуты до перерыва. Да. Я думаю, что в текущих обстоятельствах этого исключать нельзя, просто потому что настолько хаотична картина политическая в Америке. То есть мы же говорим о том, что Америка сейчас находится в серьезном внутриполитическом кризисе. И вот поведение кандидатов, или скажем, то, какие кандидаты, это проявление. Но я думаю вот что. Я думаю, что в принципе любой кандидат другой от демократов сможет победить Трампа на этих выборах, потому что антирейтинг обоих кандидатов зашкаливает. То есть понятно, почему сейчас рейтинг Трампа выше. Потому что рейтинг Байдена просто ниже некуда. Но я думаю, что демократы в целом теоретически заинтересованы в том, чтобы поменять кандидаты. И мне кажется, Мишель Обама, при том, что у нее нет опыта, что она совершенно ничем таким никогда не занималась, по большому счету, публичным, кроме того, что она была первой леди, она смогла бы победить Трампа просто на голову. И вот это вызывает опасения в том смысле, что это говорит о том, что этот сценарий нельзя исключать. Ну вот опрос CNN после дебатов показывает, что Трамп выигрывает у всех, у Байдена, у Харрис, у Ньюсома, у всех возможных вариантов пока что он впереди. Обаму не мерили, по-моему, они. Да, да, там нет ее пока в спице. Но опять же, как только появятся какие-то варианты, вот какие-то сливы, варианты, если они начнут это обсуждение, сегодня вот мы знаем о том, что уже начались голоса внутри демократической партии, среди депутатов, значит, конгрессменов и сенаторов, которые говорят, что нужно менять. Вот сейчас этот чай начнет завариваться, да, и что-то там всплывет обязательно, какие-то вот имена. Как только они всплывут, начнутся замеры общественного мнения. Пока, конечно, что Харрис, она просто антипопулярна, да, и поэтому тут даже говорит речь. А другие кандидаты пока еще не появились, поэтому посмотрим. Я хочу поговорить с тобой про Дисней. Вот один из топ-менеджеров Дисней, я разоткровенничался, не знал, что его записывают, и сообщил, что в компании просто есть должности, которые абсолютно закрыты для белых цисгендерных мужчин. На разные должности, особенно сценаристы, предпочтение отдают ЛГБТ, предпочтение отдают тем, кто политкорректно сейчас называется вносит этническое разнообразие, или не только этническое разнообразие. И, фактически, мы с этой прогрессивной повязкой пришли к узаконенной дискриминации белых. Вот что ты об этом думаешь? Еще, кстати, компания Дисней выпустила сейчас новый сериал, который называется «Аколит», который делали лесбиянки, которые там в этом сериале... Это одна из... Это франшиза «Звездных войн», знаменитых «Звездных войн» Джорджа Лукаса, но он давно уже ее не делает, это права перекупил Дисней. И там, в общем, там страшно. Вот эта вся адженда педалируется. Там речь идет, например, о двух девочках, которые родились у лесбийской пары без участия мужчин при помощи вот этой самой силы. Да, вот сил, да пребудет с тобой сил, вот при помощи вот этой силы. Непорочное зачатие. Непорочное зачатие, совершенно верно, без участия мужчин. То есть, ну, это, по-моему, самый провальный сериал, то, что его просто разгромили практически везде. И я вижу, как Дисней защищает себя примерно, как феминистки в социальных сетях. Они тут же отменяют любого, кто критикует, говорят про микроагрессию, и все вот это вот. Вот что ты думаешь по этому поводу? Это, на мой взгляд, такой индикатор состояния сегодняшнего американского общества. Ну, я бы разделил тут на две части. То есть, про позитивную дискриминацию, или то, что называется affirmative action, да, и про, значит, вот как это в обществе все переваривается. Вообще, в целом, позитивная дискриминация, ну, в этом нет ничего плохого, да. Ну, и в Израиле, скажем, мы знаем, да, что там, скажем, у жителей бедных арабских деревень шанс поступить в израильский вуз больше, там, ну, разные программы есть, да, там и так далее, которые помогают им вот так больше социализироваться и так далее. Есть программы социализации для, там, ультрарелигиозной молодежи, чтобы они с гетто своих, там, как-то куда-то могли поступать, там, какие-то советские специальности, у них там есть места для них забронированные в вузах, так далее. Понятное дело, что это не может быть не очень популярно, но, тем не менее, да, и такие программы есть в любых обществах, где, ну, не знаю, в Новой Зеландии, условно говоря, есть программа позитивной дискриминации относительно местного населения, местных аборигенов, да, племен, которые там жили, которые уже давно не племена, но, тем не менее, они беднее остальных, там, менее образованы, и они таким образом их подтягиваются. Соответственно, в Америке вот эта позитивная дискриминация назначально распространялась на жертв, практически сказала апартыды, на жертв вот расизма, да, и последующие, после него разные политики, там, значит, связаны там с расизмом, что там, грубо говоря, там, чернокожее население живет замкнуто в своих районах, и у них там плохие школы, а в другие школы им нельзя, и поэтому вот этот цикл плохого образования, значит, после этого они не могут получить работу, и так далее, его нужно прервать, и вот появились всякие программы, вот, значит, позитивная дискриминация, чтобы они могли легче поступать в ВУЗы и так далее. Теперь, в прошлом году, значит, Верховный суд Израиля принял решение о запрете использования позитивной дискриминации в американские ВУЗы, например, да, вот эти программы, они начинают потихонечку схлопываться, и теперь вот такая вот разнообразность, да, или разнообразие, да, оно не будет учитываться вот при приеме в ВУЗы государственные, да, то есть это вот такой шаг. Параллельно с этим в компаниях по всей Америке, и, конечно же, есть политика, вот ты когда устраиваешься на работу в Америке, то ты должен заполнить анкету и указать, значит, первое свое расово-этническое, как бы, статус, да, там, кто-то, какой раз из себя причисляешь, какой национальности, и если ты попадаешь в группы, вот, дискриминированного меньшинства, которым вот требуется вот эта помощь, значит, точка репозитивной дискриминации, то у тебя с большей вероятностью эти компании возьмут, потому что им тоже свой профиль нужно, значит, устраивать, как компания, которая вот такая демократическая, открытая и поддерживает там разные... Ну, так это вот получается, это вот получается Камала Харрис, да, ее взяли вице-президенты на минуточку самой большой сверхдержавы мира, потому что она женщина, во-первых, во-вторых, она цветная, а не потому что она там что-то из себя представляет, как политик или менеджер, и это то же самое, когда оно приходит в частные компании на частный рынок, это уже начинает вызывать опасения, эти люди просто будут разваливать компании, да, вот их сейчас обязательно надо запихивать в советы директоров, не тех, кто реально там может принести компании доходы, прибыль, а для того, чтобы поддерживать имидж вот этого этнического разнообразия и прогрессивной повесткой. То есть тут, с одной стороны, ну, все-таки Камала Харрис, она была генеральным прокурором Калифорнии, то есть у нее какие-то там заслуги есть профессиональные, ну, ее не из скамьи, а, там, не знаю, какого-то вуза калифорнийского взяли, да, то есть она что-то там допостроила. Но в целом я считаю, что страхи относительно того, что, значит, вот эта политика, она сделает эти компании неэффективными, они немного преувеличены в том смысле, что эти группы-то все равно остаются значительным меньшинством внутри общества, да, то есть если, условно говоря, в Борде будет сидеть представитель какой-то вот расовой, там, значит, группы, малой группы, да, и это никому хуже не сделает, потому что, опять же, эти группы, они малые, они не могут... Ну, я не знаю, я не считаю, что афроамериканцы – малая группа в Соединенных Штатах. Вот, наверное... По-моему, 20%. Ну да, но это не малая группа, это совсем не малая группа, или там возьмем мусульман 2 миллиона. Ну, наверное, да, в общем, там, на фоне 300 миллионов жителей Америки, наверное, 2 миллиона – это маленькая группа. Но все равно это неправильный принцип. Ну, как только критерием выбора становится твоя врожденная какая-то характеристика, а не приобретенная во время, там, жизненного опыта, то значит, как бы уже какие-то важные, ключевые места, где люди могут принимать какие-то решения или влиять, занимают люди, которые, ну, просто менее эффективны, чем другие. Это действительно есть такой риск. Ну, вот, я не знаю, я работаю в компании, у нас практика есть такая, судя по всему, да, потому что у нас тоже спрашивают этот вопрос. Опять же, количество людей, представляющих эти малые группы, в управлении компанией, в бардах компаний, оно критически мало, чтобы каким-то образом кто-то мог кого-то, условно говоря, подсидеть, вот какой-то человек из своего происхождения мог там подсидеть человека с какими-то там качествами, да, ну, вот, или там талантливого, да, такого нет. Экономика настолько сильная, что хватит места для всех. Но, опять же, я считаю, что эта практика действительно полезна относительно групп дискриминированных. Вот, Свет, я упомянул мусульман, мусульмане никак не могут себя идентифицировать таким образом, чтобы они попали под вот эту позитивную дискриминацию. Речь идет о группах, которые, ну, скажем, чернокожие американское население, потомки рабов, они по совершенно объективным причинам менее образованы, менее успешны, чем белое население, просто потому, что их социализация началась вот буквально недавно, да, они еще недавно не могли находиться в одних... Ну, слушай, они уже больше 200 лет не рабы. Не рабы, они больше 200 лет, но расовая сегрегация продолжалась вплоть до 60-х годов, и фактически они могли, начали ходить в те же школы, посещать те же учреждения, социализироваться так же, как белые, только вот буквально два поколения назад. И этого, конечно, недостаточно для того, чтобы они сразу вот подтянулись на уровень всех остальных. То есть я думаю, что уйдет еще поколение-полтора, чтобы вот эта практика была закончена. Опять же, как я сказал, Верховный суд уже запретил использовать этот критерий для того, чтобы принимать государственные вузы. То есть постепенно вместе с социализацией вот этого населения происходит и отмена всех этих законов. Сейчас начинается этот закон применяться по отношению к новым как бы аутгруппам. Вот новые аутгруппы – это сексуальное меньшинство, да, и так далее. Но опять же, я полагаю, что это все временно. То есть в какой-то момент эти программы, они начинают отменяться. Условно говоря, никто в Сан-Франциско не вешает на своем кафе радужный флаг, что здесь мы рады, значит, представителям ЛГБТ-сообщества. Потому что это настолько очевидно уже, что это уже настолько норма, да, что не нужно об этом говорить и кричать, да. То есть это стало такой же нормой. Как только вот эти новые аутгруппы станут такой же нормой, недискриминированной, я думаю, эти программы будут постепенно отменяться. Но сейчас, конечно, есть перекос, если вы согласны. И вот эти сливы с Дисней и многие другие, ну, это дичь, конечно. Но опять же, я считаю, что это просто временный перекос, который будет компенсирован со временем. Ты знаешь, вот у меня складывается впечатление, что в последнее время, не знаю, что происходит, повлияла ли как-то война в Израиле на это. Но вся вот эта кампания в Демократической партии, я имею в виду Александрию Акасио-Кортес, я имею в виду Рашидочку Тлаиб, я имею в виду Ильхам Амар, вот, их как-то, они как-то исчезли, их не слышно. Где Линда Сарсур, да, я уже несколько лет не слышно. Где Миту, где Белэм? Белэм, они как-то отошли на задний план. На переднем плане сегодня вот эти палестинофилы, как, я не знаю даже, как их назвать. Но что происходит вот с этими прогрессистами? И почему действительно их как-то не слышно? Выборы близко, а они ничего такого сенсационного не заявляют? Два момента. Первый, самый очевидный, это то, что руководство Демократической партии, и, собственно, их начальство, оно им запретило высказываться вообще относительно каких-либо важных событий, происходящих в стране и в мире, на фоне кампании Байдена, потому что они стреляют ему в ногу. Каждое их высказание провокационно, оно отнимает голоса умеренных демократов у Байдена. И это вот в предвыборный период особенно заметно, поэтому вот их просто сейчас заткнули, да, свои же. Это первое. Второе, это про самих идей, про саму повестку, да, которую они продвигают. Я вот сейчас наблюдаю в США, ну и вообще, можно сказать, в западном мире, вот и в Европе, абсолютный дефолт левой прогрессистской идеи, вот то, к чему они призывали, да, вот это за все хорошее против все плохое, оно начинает рассыпаться на глазах, потому что все это скатывается в прямой шовинизм, скатывается в антисемитизм, в конечном счете, да, скатывается в насилие. И люди это видят, да, но мне все время говорят о том, что вот там на улицах американских городов, ну там или в Европе, да, вот все эти толпы, значит, прополистинский, варафат, коктейли, я считаю, что лучше ничего невозможно придумать вообще, на самом деле. То есть левая идея в мире подорвалась на израильской мини. Абсолютно. То есть люди умеренных взглядов, которых большинство, они видят эти толпы беснующиеся, да, они видят эти толпы, врывающиеся еврейские кафе или там атакующие там еврейские синагоги, да, забрасывающие коктейльами молот и далее, они реагируют на это понятным образом. Этой идеей теряют сторонников. И никто для Израиля не сделал больше, чем все эти толпы беснующихся про Хамасовщик. Это то, что да. Ни одна пропаганда, значит, ни одна сбора израильская не сделала это. И это мы видим сегодня по результатам выборов в Европе, да, но ни для кого не секрет, что правая повестка просто побеждает на голову левую сегодня, вот результаты выборов первой полной франции. Но почему? Вот завтра выборы в Великобритании, и, судя по всему, там побеждают лейбористы, причем с очень большим отрывом от консерватора. Но ты, наверное, обратил внимание, что лейбористы в этой предвыборной кампании очень интересно подошли к еврейскому и израильскому вопросу. Они, значит, представили нам программу борьбы с антисемитизмом, с антисионизмом. То, чего раньше представить было невозможно. Но они сказали, что очень быстро признают палестинское государство. А также они сказали, что прекратят поставки оружия Израилю. Так уже они на 95% фактически прекратили при Риши Сунаке, при консерваторах. А значит, лейбористам останется последние 5% выбрать. Ну, во-первых, давайте дождемся результатов этих выборов. Понятное дело, что тут в Британии, видимо, другие местные, локальные какие-то вопросы, они доминируют над прогрессистскими или какими-то другими, которые в этом смысле вот эта партия представляет. Но если эти вопросы исключить из картины, то, что сейчас мы видим в США, то, что мы видим в Германии, то, что мы видим во Франции, то тут все понятно. Прогрессистская левая идея сама себя втаптывает в грязь. Но это просто невозможно не замечать. И я думаю, чем больше вот этого безобразия на улицах, чем больше они там будут с этими рафатками ходить, тем лучше, значит, для всех нас тут такое, скажем, все это болото, туда происходит приток свежей воды, и в конечном счете это болото немножко почистится, там саму себя почистят. Марк, хотел бы немного вернуться к теме ЛГБТ и толерантности. Вот такой вопрос, как ты считаешь, находясь в Америке, может быть, наблюдая за американским обществом, пришло ли время того, что активная борьба за права ЛГБТ, сообщества и права цветных в Америке, оно прошло, и что можно сейчас уже сказать, что не нужно так активно бороться, что общество уже поняло, что мы должны быть толерантны ко всем, что все с этим все понятно, и что можно, например, вот все их активные действия, активные демонстрации сокращать, и да, сказать, что самый главный этап, активный этап борьбы уже прошел. Ну, я думаю, что вообще нельзя ничего, ни за кого сокращать, да, то есть, если есть, скажем, какой-то мотив, да, интенция собираться и бороться за свои права, значит, есть какая-то проблема, да, там, условно говоря, в таких демократических и открытых странах, как Израиль, да, где, ну, вот, казалось бы, Тель-Авив, это ЛГБТ-столица региона, да, без всяких сомнений, да, у ЛГБТ-сообщества есть очень много проблем, а это значит, ну, и связано с гражданскими браками, связано с признанием, значит, ну, там, условно говоря, со всеми с этим связано, да, то есть, человек, условно говоря, не может к своему партнеру в больницу прийти, если он там в реанимации, да, потому что он не считается там его партнером, и вообще сложный брак заключать и так далее, и вот поэтому они выходят на демонстрации, в том числе, там, в Иерусалиме, да, в странах таких, как США, тоже есть достаточно много мест, где до сих пор, ну, дискриминируют вот это сообщество, они, собственно, по этому поводу и выходят на улицы, да, то есть, не нужно полагать, что в Америке здесь все... То есть, причин осталось много еще? Конечно, есть достаточно много здесь регионов, да, штатов, где открытое выражение своего, значит, сексуальной ориентации, там, или, скажем, ну, там, не знаю, два парня по улице пройти вечером, это вызовет, вызовет просто, ну, какой-то такой поток гомофобии, то есть, это действительно так, и они поэтому выходят, они выходят, борются за то, чтобы они могли к своим там, с вами близкими делить наследство, так же, как и все остальные, какие-то другие гражданские права, я не знаю, я не слежу за повесткой, но точно есть по поводу чего им там выходить на улицу. И пока у них есть эта интенция, как только это пропадет, опять же, я вот говорю, в Сан-Франциско уже нет никаких огромных вот этих гей-парадов, да, которые там начинались, потому что этот город уже давно освободился от гомофобии, да, соответственно, как только это произойдет в других городах, и такая же часть общества естественная, как и все остальные группы, да, то это и нужды в этих, значит, ну, видимо, естественным образом сойдет, да. А вот эта волна мигрантов из Латинской Америки и из других стран, они же приносят туда свои старые принципы, это же то, что мы видим, например, в Европе, куда приезжают мусульмане со своими понятиями, которые воспитывались на ненависти кизрации, или евреям, которые воспитывались на шариате, на гомофобии и так далее. Вся эта публика пребывает в огромных количествах, и поэтому я бы не был так уверен в Сан-Франциско, где ЛГБТ-общине будет всегда комфортно и безопасно. Ну, тут два момента. Первый момент, во-первых, в Латинской Америке, да, во многих странах легализован однополые браки уже, то есть они гораздо более прогнозитивны, чем некоторые там европейские страны. Это и Чили, и Бразилия, и Колумбия, и Коста-Рика, и там, и, по-моему, даже на Кубе, если мне не изменят память, легализовано это, и даже в Эквадоре, то есть во многих странах, насколько мне, опять же, известно. Поэтому тут они, ну, в этом смысле, как бы они, ну, опять же, понятно, что это католические страны, там есть свое наследие, там, религиозное, но, по-моему, они там ничем не отличаются с точки зрения отношения, там, значит, КГБТ от средних американцев. Другой вопрос, что вместе с латиноамериканцами нелегально в США проходит достаточно много людей из Ближнего Востока, из всех этих стран нашего региона, да, и тут, конечно, они приводят с собой не просто консервативные, ну, порой варварские какие-то взгляды на жизнь, шариатские взгляды, одежду там, соответственно, они начинают жить компактно, и в этих своих городах компактных они начинают вводить, фактически вводить вот этот закон шариата, не называя их таким образом, да, вот это действительно опасно, но, опять же, вот ты правильно сказал, что всего ничего, там, один процент мусульманского населения в США, то есть это здесь незаметно, так как это заметно в Европе, где это мобилизует электорат, да, собственно, правый, здесь это пока такие достаточно минорные, что ли, ну, незаметные явления. А на твой взгляд, как это, этот один процент повлияет на выборы в ноябре, на выборы, они же, вот, грозили, что из-за того, что Байден поддерживает Израиль, они не проголосуют за демократическую партию, а за кого они проголосуют, неужели за Трампа? Все до одного пойдут голосовать за Байдена, без всяких сомнений, и, ну, это просто даже по рейтингу видно, у них есть вот эти округа, да, где действительно они вот живут компактно, там все понятно, они могут все, что угодно говорить, в конечном счете, выбирая между Трампом и Байденом, они, конечно, выберут Байдена, тут даже говорить нечего, ну, и, собственно, и также в Конгрессе, в Сенат и так далее. А что вообще сейчас в США с поддержкой Израиля, вот если в динамике посмотреть, как она меняется, что вот я видел недавно какие-то данные, по-прежнему там подавляющее большинство, я точно вот сейчас не могу привести цифры, поддерживают Израиль и считают, что Израиль имеет право на самооборону, в конфликт, в войне поддерживают Израиль, и сказывается ли это на риторике, например, кандидатов на риторике, в частности Байдена, потому что если еще там несколько месяцев назад мы видели прямое политическое и публичное давление со стороны команды Байдена на Израиль, то сейчас вроде бы мы этого не видим, то есть сейчас, например, Блинкин выступает и говорит, что единственная причина, почему нельзя заключить сделку, это то, что Хамас на это не идет. Я думаю, что общее отношение к Израилю, оно в Америке не менялось, то есть это такая поддержка Израиля, по всем фронтам, да, другой вопрос, что параллельно с этим американцы потребляют достаточно много визуальной информации относительно того, что происходит в секторе газа, буквально в каждой новости, в каждой новостях, на любом канале есть айтем, посвященный ситуации в газе, значит, разрушение, очередной эвакуации, очередного района, вот сегодня, например, в новостях во всех эвакуация из Хан Юнуса, да, который мы уже брали, сейчас будем брать, судя по всему, какие-то части этого Хан Юнуса во втором разу, до этого там четыре раза Зайтун, до этого там как бы Бейтлахи, то есть вот эти эвакуации этих районов бесконечные, да, и картинки, которых сопровождают, полуразрушенные районы, из которых опять гонят в лагеря, значит, этих населения, потом туда заходит армия, потому что там стреляют, бомбят, уходят, то есть вот эти картинки, они, конечно, не добавляют очков Израилю, в том смысле, что, конечно, поддержка с точки зрения борьбы с Хамасом безусловная, но между тем средний американец, конечно, хочет, чтобы война всех три газа скорее завершилась, потому что никто не понимает, что там происходит, я не знаю, понимают ли это израильтяне на самом деле сегодня, но американцы точно не понимают, они не понимают, почему вот эти районы берут по кругу, они не понимают, почему ранее захваченные районы не администрируются, то есть мы вот раньше с вами говорили, я помню, мы встречались с вами чуть ли не в феврале, мы обсуждали вот этот план на следующий день после войны, тогда в Идиотах Ранот, вот Цвин нам зачитывал, был первый черновик того, как Израиль якобы планирует там это администрировать, вот с тех пор прошло там сколько уже, пять месяцев, до сих пор никакой план не утвержден, есть опять какие-то сливы, ссылка на того, сливы со ссылкой на этого, но по большому счету все эти ранее освобожденные районы спокойно занимает Хамас, а это, собственно, то, что здесь показывают во всех новостях, конечно, американцы этому не рады, они хотят, чтобы Израиль скорее завершал эту войну, определился, фиксировал какую-то свою там победу, если это возможно как-то зафиксировать, возвращал заложников, если это возможно вернуть, но опять же, не имея понимания относительно того, что там происходит, а его вообще нет, вот такая общая усталость здесь совершенно точно присутствует. А что за история о том, что Байден пригрозил, в общем-то, Нетаньяу после атаки Ирана, если Израиль ответит напрямую на эту атаку, то, в общем-то, Америка уходит. Вот это было как раз в то время, когда это давление прямо оказывалось. В этот период оно было, да, и в частности, в этом разговоре Байден якобы пригрозил, что если Израиль нанесет прямой и мощный удар по Ирану, то останется один. Потому что Америке будет затруднительно помочь Израилю, да. Да, что интересно относительно вот этого слива, это поразительно. В каком контексте вообще он появился? Он появился в контексте, что Байден на самом деле еще ого-го, он может строго разговаривать с разными лидерами международными. Вот, например, пишут они в этом сливе, когда, значит, Иран атаковал Израиль, контекст, да, сам контекст просто шокирует, да. Якобы Байден в разговорах, в бесконечных разговорах Нитаньяу пригрозил ему, что он откажется защищать небо Израиля, главного своего союзника, да, отвернется от Израиля. Вот какой молодец. Вот какой, смотрите, он резкий и дерзкий, то есть если вдуматься, то это как раз вот еще один показатель его деменции, да, потому что, ну, это просто такое брожение, но тем не менее они этим хвалятся и в этом контексте это появилось, то есть совершенно точно администрация Байдена, лично Байдена не заинтересована ни в какой там войне с Хизбалой, с Ираном уж тем более на фоне именно предвыборной кампании, они делают все, чтобы остановить это, даже если это невыгодно, даже если это плохо для союзников. Я вот сегодня слушал этот пранк, когда Хиллари Клинтон позвонили, это пропагандисты русские, там, сумасшедшие, да, и начали с ней от имени Порошенко, я не знаю, видели вы или нет, разговаривать. И она, значит, Хиллари Клинтон говорит о том, что, Хиллари Клинтон говорит о том, что я участвую в кампании, значит, Байден, и нам всем выгодно, чтобы победил Байден, и нам нужно, чтобы вы, украинцы, показали наступление сейчас, потому что это повлияет, значит, на рейтинги Байдена. То есть, ну, это вот представить себе, что человек в здравом уме такие вещи может говорить, что идите, наступайте там куда-то, да, чтобы у нас получилось, да. То есть, это вот, это то, что как в Америке устроена политика, да, и, на мой взгляд, вот это также проявилось в том, что вот Байден так общается с Байденом. Ну, вот удивительное какое-то дилетантство, просто удивительное дилетантство. Ты прав, что студент пятого курса такой глупость бы не сказал. И этот политик, который там 40 лет в политике находится, да, то есть, и они ставят во главу угла, так сказать, сиюминутные тактические интересы, вот предвыборные, вместо того, чтобы приоритизировать что-то стратегическое, отношение, например, с Израилем, или проблемы Израиля, или ядерной программой Ирана, да, это вообще не является проблемой, никто, это слово ядерной программой Ирана, ни разу не упомянул во время дебатов, но тем не менее, вот так.